Ходила по собеседованиям, и в банк ходила, и, как сейчас понял, в Гродно рыба, тогда требовался экономист. Но немножко поработав и посмотрев эту профессию изнутри, я поняла, что мне это не интересно, это совсем не мое. А ходить каждый день на работу и мучиться от того, что ты пол своей жизни не получаешь удовольствия, и просто сидишь за компьютером весь в цифрах и бумажках, это не мое, мне это очень тяжело. Поэтому я решила как-то переосмыслить свою деятельность, нести себя в другом. Но в чем? Я не могла. И вот так вот с легкой подачи моей соседки я, наверное, нашла то, что мне нравится, и, по крайней мере, в ближайшем будущем менять профессию я не намерена. Самое главное — это быть на одной волне со своим читателем, знать, что ему интересно, знать, так как наша детская библиотека — это знать, что дети читают, чем они живут, чем они интересуются, что у них в школе происходит, что у них на улице происходит. Не только выдать книгу, но также поддержать разговор, что-то посоветовать, может быть, где-то помочь. Очень важно уметь не только формально выдать книгу, а еще наладить общение, помочь человеку раскрыться, подсказать. Наверное, даже к какой-то степени поработать психологом. Когда приходят мамы и бабушки, они берут очень часто книги со своего детства. Вот они помнят, что когда-то они читали Робинзона Круза и думают, что ребенок тоже с удовольствием будет читать. А сейчас очень много выпускается книг новых, современных авторов. Очень много белорусских авторов, хороших, интересных. Может быть, о них и не знают, но стоит подсказать, направить. И замечательно берут, замечательно читают, передают друг другу, рекламируют. Она уже профессионал, конечно же. Потому что это человек, который влюблен, мне кажется, в свою профессию и навсегда. Она на своем месте, она работает там, где надо. Потому что работа с детьми, работа... Но у нас же не только дети, у нас приходят мамы и папы за книжками. И с каждым она найдет язык. С каждым посетителем библиотеки, она говорит на их языке. И никто отсюда еще не ушел без информации нужной, без книжки нужной. Это всегда что-то новенькое. Вот ты до этого ни делал, ни делал, и даже об этом не знал. А потом узнал, и опа, ой, а я тоже так хочу, а я тоже так... А я смогу попробовать. А что это такое? А как это понять? А где это найти? И как это попробовать сделать так, чтобы это было не только тебе интересно? Потому что взрослые, они люди терпеливые. Они посидят тебя, послушают, покивают, ну и уйдут. А там подумают, как скучно было. Дети не такие, они не будут сидеть. Если им не интересно, они будут шуметь, отвлекаться. Их так, как взрослых, не усадишь. Поэтому самое главное — это подготовиться и преподнести так материалы себя, чтобы им было интересно, чтобы они заслушались, ну и что-то для себя узнали. Приходится читать. Не всегда получается, потому что работа в библиотеке очень загружена. Если кто-то думает, что ты только выдаст книгу, значит, он, наверное, или не ходит в библиотеку, или ходил в библиотеку 20 лет назад. Потому что работа библиотекаря вмещает в себе не только выдачу книг. Это работа и с социальными сетями, это работа с детьми, мероприятия, проводить подготовку, делать викторины онлайн, делать видео. Очень большая загруженность. Поэтому на чтение остается чуть-чуть. Но меня выручает то, что у меня есть свои собственные дети. Я беру книги и читаю им на ночь, вечером. Поэтому я как бы в курсе, что нравится, что к нам приходит, что можно порекомендовать другим читателям. Я не знаю, когда я стану профессионалом, потому что каждый новый день ставит передо мной новые задачи, открывает новые возможности, знакомит меня с новыми людьми и заставляет пересматривать какие-то свои навыки и совершенствоваться больше и больше. Надеюсь, что с каждым годом моя профессиональная деятельность будет радовать окружающих и приносить мне тоже большую удовольствие. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!